МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа телекомпании Город. Время говорить коротко о главном сегодня. В одном из рязанских лагерей детского отдыха по утверждению родителей произошла вспышка менингита. Официальных комментариев в этой связи пока не поступало. Опять авария. Еще несколько серьезных столкновений автомашин произошло в Рязани. Полиция региона проводит рейды по нелегальным мигрантам. А теперь обо всем подробнее. Сегодня мы по своим каналам получили информацию о заболевании менингитом детей в лагере отдыха «Озерный». Родители ребят, отдыхавших там, подтвердили сведения. Пока информация не нашла официального отклика, однако сегодня мы направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой рассказать о ситуации с менингитом в регионе. У нас есть запись интервью с мамой одного из детей, заболевших в «Озерном». Понятно, что речь идет о здоровье детей. Дело это тревожное и деликатное, поэтому родители, рассказывая о случившемся, пока скрывают лица. Однако завтра мы рассчитываем записать еще несколько человек, чьи дети слегли с этим тяжелым заболеванием. И еще родители предъявляют претензии, главным образом, к руководителям лагеря, якобы скрывшим информацию о случаях заболевания. Обо всем подробнее в материале Глеба Галушкина. Совсем недавно стало известно, что в городской клинической больнице номер 11 лежат дети, заболевшие менингитом во время летнего отдыха в одном из местных пионерлагерей. По словам родителей, такой диагноз выявлен у нескольких десятков подростков. Это лагерь «Озерный», спортивный, оздоровительный лагерь, который находится в Пасском районе. Первую смену, вернее, она вторая шла по очередности. Ребенок был нормально, все доволен, приехал. Через два дня мы его отдаем на тречи. Проходив чуть больше недели, позвонил ребенок и говорит, мама, а у нас тут случая не будет. Мы, конечно же, приехали за детьми. И там некоторые товарищи пытались нам говорить, ничего страшного, все в порядке, это то ли подтверждено, то ли не подтверждено. Но, как любая мать, с нашего отряда забрали детей все. Оказалось, что первый случай в этом лагере был в конце второй смены. Родители мальчика этого первого нам сказали, что как только они попали в больницу, тоже позвонили тренеру и директору этого лагеря, Славьевой. Она смолчала, ничего не сказала, тренера категорически запретила распространять эту информацию. Чем она руководствовала, честно сказать, я вообще не понимаю. Может быть, она боялась, что третий смен сорвет, что придется возвращать деньги за путевку. И как мать заболевшего ребенка, мне бы, например, хотелось бы, чтобы она ответила на вопрос, почему она так поступила, и как она теперь собирается оправдываться и дальше жить. Родители заболевших детей не намерены оставлять ситуацию без должного внимания. Сегодня в связи с инфекцией в детском лагере они написали заявление в областную прокуратуру. Вот вопрос у нас такой. Вы, как родители ребенка, какие действия сегодня предприняли, в связи с этой ситуацией? Сегодня было направлено заявление в прокуратуру Рязанской области, также в Спасскую межрайонную прокуратуру. Копия данного заявления была направлена к Генеральному прокурору России и уполномоченному правам ребенка в Российской Федерации. И срочная новость. Сегодня в Рязани, ко всему прочему, еще и кран падал. На улице Васильевской на стройке дал крен башенный кран. Пока его выравнивали, жители рядом стоящего дома были в сторонках заблаговременно эвакуировали. Срочный репортаж от Олеси Харлиной продолжает программу. Встреча нашей съемочной группы представителями строительной компании была не самой радушной. Это понятно. В эпицентр происходящего мы добрались быстро и, видимо, незаметно. Руки уберите. Ваши коллеги все поняли прекрасно. Пожалуйста, на безопасное расстояние. Ради бога снимайте. Руководители, ребят, я могу увидеть. Покажите мне просто пальцы. Я к нему подойду сама. Вы с коллегами с вами свяжитесь. Вы поймите, что... Своё имя и должность этот мужчина так и не озвучил. Но поскольку уже через пару минут сменил гнев на милость, мы честно обещали, лица показывать не будем. Название строительной организации тоже не прозвучало, хотя в этом смысла не было точно. Сам офис прямо посередине, в окружении высоток, которые его же сотрудники и возвели. Кран накренился примерно в начале 10 утра. Видимо, из-за дождей подмыло грунт. Ситуацию тут же взяли под контроль. Эвакуировали рабочих и главное – жильцов дома, на который грозит упасть кран. Я только сама видеть иду с сумками, ничего не знаю. А кран здесь видели? Там вчера, позавчера был? Да, стояли, да. То есть всё работало? Да, да, да. Сейчас домой не пускают? Да, нет. С 9 утра стоите, нервничаете? Ну да. Вы житель этого дома? Да. Возвращать кран в безопасное положение решили его же собственным весом. Процесс этот длительный, при сильном ветре непредсказуемый. До обеда удалось приподнять его не более чем на 20 сантиметров. Многие жильцы соседнего дома на работе и ещё не знают о ЧП. Надо отдать должное руководству строительной компании, которая организовала горячий чай и сытные бутерброды для тех, кто оказался во дворе эвакуированного дома, практически в чём был. А вы вышли, видимо, я не знаю, чтобы посмотреть. Конечно, конечно. И посмотреть, меня милиция вытащила и вернуть не разрешила, чтобы мне что-то взять. Это очень быстро. А я очень быстро. Надо понять. Ну? А я не поняла. Старенькая офиска. Тот случай, когда действительно форс-мажор. Представителям компаний не меньше жильцов хочется, чтобы к вечеру инцидент был исчерпан. После событий на московском рынке, где кавказцы проломили голову офицеру полиции, по стране пошли зачистки и рейды силовиков по нелегалам. Рязань тоже не осталась в стране. Проверяли всё от документов до анкеты в базе учёта. В отдел было доставлено около 200 иноземцев. У них взяли отпечатки пальцев. Заодно пятую базу проверили на предмет незаконной продажи алкоголя. Разумеется, такие факты оказались в наличии. Изъяты 70 незаконных литров. В целом, как сообщает официальный сайт ОМВД, выявлено более десятка нарушений, в том числе в сфере миграционного законодательства, реализации алкоголя и безопасности дорожного движения, проверки проходят и на других рязанских рынках. К другим темам, во вторник вечером в Рязани вновь произошли резонансные автоварии. На трассе Клепики-Рязань, неподалёку от моста Через Аку, 24-летний безработный житель областного центра на дорогущей Ауди А8 выехал навстречку и столкнулся с БМВ. Тоже авто не из дешёвых. Бумер поневоле ударил шедший позади Ниссан. Два пассажира Ауди, кстати, родители незадачливого водителя, получили серьёзнейшие тяжёлые травмы, а он сам от удара напрочь потерял память. А менее чем через полчаса уже на самом мосту житель села Поляна на Жигулях Пятёрки вскользь задел попутный Шевроле. Полянский обитатель в панике попытался уехать с места происшествия, ещё и потому, что прав на управление автомобилем у него не было. Он пытался проскочить между двух тяжёлых грузовиков, однако не прошёл по габаритам и намертво застрял. Вообще, на этой неделе практически ежедневно приходят сообщения о разбившихся в автоавариях. К великому сожалению, есть случаи со смертельным исходом. Причины всё те же – пренебрежение правилами дорожного движения. На дорогах всё решает секунды, и для кого-то они становятся последними. Грядёт день города, очередной условный день рождения Рязани, который с некоторых пор отмечается у нас в начале августа. Аккурат вместе с Днём десантника, а также с железнодорожника, как говорится, чтобы два раза не вставать. В сегодняшнем выпуске – короткий анонс предстоящих мероприятий. И всё-таки торжество. Надо прийти поздравить родной город. На праздничную разведку к городскому начальству выезжала Оксана Тебенихина. День города будет праздноваться в Рязани 2 августа. В совокупности, как и в прошлом году, с Днём ВДВ администрации города совместно с региональным министерством культуры запланировали для горожан целый комплекс мероприятий. 918-й годовщина основания Рязани по русской традиции будет отмечаться в течение нескольких дней. Уже мероприятие начинается с самого утра. В 9 часов состоится молебен около Успенского собора 2 августа в нашем Рязанском Кремле. Молебен, посвященный нашему городу. В 10 часов 2 августа на площади Маргелова состоится возложение цветов к мемориалу погибшим в локальных войнах, а также к памятнику Маргелова. Большой праздник состоится традиционно на территории Центрального спортивного комплекса. В 2 часа дня 2 августа состоится выставка вооружений, те вооружения, которые представляет наш Рязанский территориальный гарнизон. И в 3 часа большая концертно-военно-спортивная, так можно сказать, программа. Из командировки в Клепяковский район вернул сегодня Марина Комиссарова, снимавшая специальный репортаж о фестивале резчиков по дереву, который, слава богу, возродился в районе деревни Лункино. Напомним, там расположен чудеснейший музей деревянного зодчества, который жив и работой благодаря мастерам-энтузиастам. В самом сердце Мещерских лесов в деревне Лункино Клепяковского района расположился музей деревянного зодчества. В ближайшую субботу, 3 августа, в этом чудесном уголке пройдет сразу два мероприятия. Выпуск 15-го летнего лагеря юных мастеровых по художественной обработке дерева и подведение итогов 4-го фестиваля народных мастеров садово-парковой скульптуры. 3-го числа приглашаем всех гостей к нам на торжественное закрытие. Очень интересные мероприятия, выступления ярмарка, выставка, выступления различных коллективов художественной самодеятельности. Приглашаем из Рязани коллектив ратников. С 12 июля в школе мастеровых каждый день трудились лучшие ребята из студии кружков по резьбе из Рязани, Касимова, Владимира и Подмосковья. 17 мальчишек и 8 девчонок выставят на аукцион свои работы, а приобрести их сможет любой желающий. Но гвоздем программы станет блиц-турнир народных мастеров. 12 мужчин с бензопилами, которые на время выпиливают из бревен фигуры, это зрелище обещает быть впечатляющим. На сегодня все. Итоги недели подведем завтра в информационно-аналитической версии программы «Время говорить». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова